МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. С новым страйком. Что заставило львовских шахтеров угрожать перекрытием таможенных переходов с Польшей? Ювелирный процесс. Дела, погоревших на взятках бриллиантовых прокуроров, переданы в суд. Со многими неизвестными, кто внес в бюджет таинственную правку и чем это грозит Украине? Стоп-шахта. Во Львовской области горняки отказываются добывать уголь. Что заставило шахтеров объявить забастовку? Чем они грозят чиновникам в случае невыполнения их требований? И чего хотят от парламента? Подробнее Кристина Гошенко. Село Глохо в Львовской области. Шахта Степная. Здесь вторые сутки забастовка. Горняки отказываются работать, пока им полностью не выплатят зарплату за ноябрь. Свята-то идут, да, оружие семьи-то требуют выдувать, кормить. Дело на выжитие, как-то в 90-е годы. В подходе, можно сказать. За последний год это уже седьмая акция львовских горняков. Последняя была две недели назад. Тогда шахтеры даже ездили на всеукраинский митинг к Верховной Раде. Останнего раза пообещали, что будет принятый бюджет. Там есть все на працевание. И в этом бюджете будет предотвращена певная державная поддержка. А как мы увидели, там есть только деньги на реструктуризацию и закрытие вогольных предприятий. Денег, вырученных от продажи угля, едва хватает на ремонт старой техники. И немного на зарплаты горнякам, говорят в профсоюзе. Развиваться шахта сможет, только если будет господдержка. А это опять 6 миллиардов гривен в год. Но в бюджетах двух последних лет такой статьи расходов нет. Верховная Рада, порушивши коллекционную угоду, которую она подписала все фракции, которое было четко написано, что государственная поддержка шахтам будет для Украины до 19-го года. Когда шахтеры получат свои деньги и получат ли вообще, директор предприятия не знает. Это вопрос решается. Может, оно пригольмировалось по причине выходных нерабочих дней, так как банковская система начинает работать только с завтрашнего дня. Некую ясность несли областные чиновники. Сейчас в Министерстве энергетики, я сегодня общался с соответственными департаментами, они разработают паспорт бюджетной программы и будут утверждены. Это вопрос должно быть решено до 20-го числа сечня. Но научные горьким опытом горняки чиновникам не очень-то верят. После Рождества собираются опять ехать в Киев, а еще прикрывать таможенные переходы с Польши. И уже ближе к вечеру стало известно, к забастовщикам Степной присоединились горняки шахты Великомостовская. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. В принятом ночью бюджете на следующий год появился пункт, о котором якобы никто в сессионном зале не слышал. Сегодня обнаружили электронное декларирование доходов и расходов чиновников, отложено на следующий год. А это было одно из главных условий для отмены виз. Кто обнаружил эту правку, кто мог ее внести, и главное, как может отреагировать Евросоюз, расскажет Ольга Рыцарь. С бесконечными перерывами, правками и компромиссами депутаты принимали главную смету страны. Ближе к полуночи Кабмин передал его в бюджетный комитет Верховной Рады. А там уже кто и что вносил и правил, до сегодняшнего дня не могут разобраться. Уже под Оливье снова перечитывают закон. Депутат Виктор Чумак, он же член новосозданного нацагентства, по предотвращению коррупции увидел. В бюджете появился пункт, который откладывает на год действия новой системы финансового контроля за чиновниками. Документ дополнили словами. Не раньше января 2017 года. По сути, по факту, новые декларации в электронном выгляде можно будет уже подавать только с 2018 года. Кто-то просто не хочет очень рано это декларировать. Можливо, кто-то не готов и не передал еще на своих братьев, сестер, деток, дядь и все другое свое мясо, которое может выявиться за богатым для человека, которая всю жизнь была на государственной службе. В конце декабря Киев взял на себя обязательство запустить работу нацагентства по предотвращению коррупции и внедрить электронные декларации доходов и расходов госслужащих уже в первом квартале этого года. И это главное обязательство перед Евросоюзом в части получения безвизового режима и который Брюссель одобрил 18 декабря. Без запроваджения и без имплементации этой нормы, без введения ее в идею, фактически, будь-яка доцельность деятельности Национального агентства за побегание коррупции отсутствует. То есть оно не имеет смысла в целом ее деятельности. Теперь все ищут виновников. К админи сразу же открестились. Правку, которая срывает безвизовый режим, они не вносили. Как доказательство правительственный текст на сайте Верховной Рады. В бюджетном комитете сегодня не отвечают. Виктор Чумак предполагает, все можно исправить, как только депутаты вернутся с каникул. Евросоюз в этот раз сделал нам большую услугу. Он сказал, что вы выправите все свои ошибки до конца первого квартала. Поэтому я думаю, что мы сами должны это сделать без нагадывания европейских ваших партнеров. Я уверен, что эта правка, которая внесена, она, безусловно, вносилась с ведомой уряда, вносилась с ведомой коалиции. По-другому, они бы за ней не проголосовали. Наверное, после внесения изменений, она подрывает доверие с боку Европейского Союза, с боку Европейской и святой спиной доукраинской влады, которая постоянно пытается, знаете, читать, фальсифицировать все эти процессы по либерализации, антикорупции, по забезпечению открытости нашей государства, которая нам нам и вимагает от нас Европейский Союз. Исправить все по-тихому, скорее всего, не получится. В Евросоюзе о конфликтной норме уже знают и ждут комментариев Киева, добавив, что в ближайшее время ожидается официальная реакция ЕС по существу принятых изменений и обязательств Украины. Ведь таинственных правок там может затеряться не один десяток. Ольга Рыцарь, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Ювелирный процесс. Дело бриллиантовых прокуроров Владимира Шапакина и Александра Корнейца передано в Печерский райсуд. По словам заместителя генпрокурора Украины Виталия Касько, у обвинения достаточно фактов для доказательства их вины. Но процесс специально затягивали. Факт підозри в подержанні хабаря в особово великому розмірі. Розсліднення у ньому завершено. Завершено ще в листопаді. Після цього страна захисту досить тривалий час знайомився з матеріалами кримінального провадження. Нарешті під кінець року ознайомився. І в кінці минулого року ми підписали обвинувальний акт. Оскільки суди вже не працювали, був період дачі звітів, вони не приймали кримінальних проваджень. Перший вже робочий день, сьогодні ми завезли обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні до суду для розвіду по суті. Напомню, в июле прошлого року СБУ і ГПУ задержали начальника Главного следственного управління ГПУ Владимира Шапакіна і зампрокурора Київської області Александра Корнійца. При обыскі у них обнарушили крупні суммы денег, драгоценності і огнестрільное оружие. Прокурорів обвиняють в полученні взяток в особо крупних размерах. Из серой зоны в оккупированную уже три недели, как Коминтерного, заняли боевики. Наша съемочная група побывала на линии соприкосновения. Станислав Кухарчук о том, есть ли надежда вернуть этот поселок. Вот сейчас на улице мороз минус 17, видимость отличная. И там вот далеке можно спокойно рассмотреть позиции боевиков, которые они заняли в Коминтерного. Вот даже отсюда можно невооруженным глазом а взглядеть фигуры двоих людей. Скорее всего, что это и есть новые хозяева Коминтерного. Наши военные говорят, боевики гуляют тут по передовой абсолютно не стесняясь. Еще три недели назад поселок Коминтерного был серой зоной. Но несмотря на это ходил рейсовый автобус и подвозились в магазин продукты из Мариуполя. С приходом боевиков это официально линия разграничения. Все, кто ее пересекает, армейцы досматривают с особой бдительностью. Вот эта машина едет из Коминтерного. Водитель уже прошел досмотр боевиков. А вот проверку украинских военных мужчина воспринимает с явным недовольством. Можете рассказать, продукты есть, которые снабжаются, как нормальный. Люди везде живут. Ничего удивительного в этом нет, говорит пресс-офицер мариупольской группировки. С оккупации Коминтерного боевики активно проводят среди местного населения пропаганду против украинской армии. В канун Нового года они даже накрыли поселок из минометов и обвинили при этом наших бойцов. На самом деле огонь велся со стороны Новоазовска, предположительно. были разрушения. К счастью, здесь с украинской стороны были представители ОБСЕ, которые зафиксировали этот факт и отметили, что с позиции украинских войск огонь не открывался. Со дня оккупации Коминтерного европейские наблюдатели здесь частые гости. Боевиков они то наблюдают в поселке, то не наблюдают. Но пока официальных заявлений ОБСЕ по ситуации в Коминтерного не делало. Да и с журналистами представителей миссии особого желания общаться нет. Морпев с позывным марчем ведет нас на точку, откуда позиции боевиков видны как на ладони. Отчеты ОБСЕ бойцу не нужны. Он и так знает, кто занял Коминтерного и какую технику там прячет. У них есть танки, БМП, пехота около 80 человек. Ну, они закрепили само деревню. Так называемые, так скажем, наши мирные люди подавали им ключи от домов своих и пустили. Теперь только носят молочко им. И теперь мы ждем подарков. Ждали на первое число. Сейчас ситуация в районе Коминтерного крайне напряженная. Но пока боевики не решаются обстреливать украинские позиции. Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Ветераны и инвалиды АТО смогут устроиться на работу в полицию. В январе пройдет набор в новый департамент по противодействию наркопреступности. Открыто 30 вакансий, 10 в Киеве и 20 в регионах. Главные требования к соискателям это участие в боевых действиях и высшее образование. Должности гражданские. В основном офисная работа, бухгалтерия и финучет. Свои заявки уже подали 60 человек. Зарплата в департаменте противодействия наркопреступности от 9 тысяч. Это было заявлено министром. Поэтому и те люди, которые к нам придут, они будут получать эту зарплату. Поэтому для них это шанс продолжить свою нормальную жизнь, быть востребованными. Разрушенная память. В Ривне неизвестные разбили мемориальную доску Степану Бандере. Вот что осталось от памятного знака, установленного в центре города всего лишь 3 дня назад, в день рождения лидера ОУН. Здесь собирались установить памятник Бандере, но, по словам активистов, не исключено, что как-то вандализма могут быть причастны сепаратисты или коммунисты. Кому же на самом деле помешал мемориальный знак, выяснит полиция. ГЭС раздора. В Тернополе несколько десятков активистов пикетировали облсовет. Требовали запретить строительство электростанции на Днестре ради спасения каньона. Какие аргументы и как на них отвечают власти? Подробнее наши корреспонденты. На часах 9 утра на градуснике 19 мороза. Из-за холода активисты решили перенести акцию с улицы в помещение облсовета. У здания оставляют только байдарки. Их, говорят, принесли для депутатов. О том, что на территории Днестровского каньона хотят построить ГЭС Владимир узнал из интернета. Говорит, в сообщении на сайте ОГА чиновники привели десятки аргументов за. Но при этом даже не вспомнили, что это национальный парк, а значит и строительство там запрещено законом. Вместе с единомышленниками активист пришел напомнить об этом депутатам. Хочем максимально проинформовать депутатам, максимально проинформовать громадськость по проблемам и требуем, чтобы областная рада приняла решение про заборону. Принять решение о моратории на строительство ГЭС. С таким предложением еще до начала сессии активисты обращаются к зампредседателя облсовета. У чиновника свое видение решения вопроса. Депутатский корпус с каждой фракцией по одному депутату разом с местным самоврядуванием, с представниками громадских организаций утворить следовательную комиссию, напрацевать, вернуться к государственным органам про наявность того или иного документа. На сегодняшний день еще никакого документа у нас в областной раде нет. Начинается сессия. В повестке дня более 40 вопросов, но под давлением активистов депутаты решают начать именно с вопроса о строительстве ГЭС. На рассмотрение выносят два проекта решений. Вариант облсовета создать комиссию, чтобы изучить вопрос. Вариант активистов запретить строительство вообще. Все-все ГЭС чепляют наши национальные природные парки. Да вы меня выбачите, я вам скажу, что Чайковский Микола Петрович в выдатных эколах Украины присвятил 15 роков, чтобы устворенный национальный парк Днестровский каньон. Два часа обсуждения. Решение принято. Создать комиссию из представителей всех фракций облсовета, а также общественников. На изучение вопроса три месяца. Затем депутаты снова обсудят эту тему на сессии. Жанна Дудчак, Максим Крыльев. Подробности В украинских военкоматах стартовала приписная кампания. Так называют постановку на воинский учет 17-летних юношей. Это стандартная процедура определения состояния здоровья и уточнения личных данных школьников. В состав приписных комиссий, кроме военнослужащих, вошли гражданские врачи, психологи и работники региональных структур соцобеспечения. Кампания продлится до 31 марта и она не связана с мобилизацией. Что касается сроков седьмой волны призыва. В генштабе говорят, что они будут зависеть от решения президента и от ситуации на фронте. Не самим юношам, которым исполняется 17 лет, не их близким родственникам не надо бояться, никто никуда не отправит. Просто определяется состояние здоровья для будущего учета воинского. Боевики дезертируют со своих позиций. Таковы данные штаба АТО. Количество обстрелов остается незначительным, как и в минувшие дни. Подробнее о ситуации на Горловском и Донецком направлении Геннадий Вивденко. Обстрелов немного, до 10 в сутки. Боевики вели огонь с вечера из крупнокалиберных пулеметов в районе Горловки. После до утра под поселком Луганское на Светлодарской дуге. Такая же ситуация по данным пресс-офицера оперативно-тактической группировки Донецк, Евгения Романова и в районе Донецкого аэропорта. Наших бойцов пытались провоцировать во время пребывания миссии ОБСЕ на территории противника. Кроме того, по сообщению пресс-центра штаба АТО боевой дух у вражеских подразделений стремительно падает. Данные украинской разведки говорят о плохом финансировании боевиков, невыплате обещанных премиальных, так же недостаточное вещевое обеспечение, плохие бытовые условия. Началась очередная вспышка дезертирства. Впродолжение декольких дней 2016-го року в одному из подразделев российско-террористичных військов, так званный 11-й мотострелецкий полк так званої армії ДНР уже полишало близко 15 найманців. На деяких позициях боевики залишают буквально по декілька чоловік, які просто ведуть хаотичні неприцельні постріли, власне, просто показують свою присутність. Это данные из района Донецкого аэропорта. В отличие от противника, боевой дух украинских военных остается высоким. Я вже теж другий раз попілізований. Слезно? российских военных, которые, возможно, имеют отношение к этой катастрофе. Всю информацию основатель британской группы журналистских расследований Эллиот Хиггингс передав в прокуратуру Нидерландов. Там обещают данные изучить и даже возможно включить их в свое расследование. Напомню, в октябре прошлого года Беллингкад представили подтверждение того, что самолет был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса БУК. Под ши звезды Кабмин запретил Госкино прокат фильмов с участием российских знаменитостей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Теперь они не просто персоны нон-грата на территории нашей страны, но и на украинских экранах. Соответствующая правительственное постановление опубликовано сегодня. Также под запретом регистрация фильмов, популяризирующих страну-агрессор. Ранее, напомню, украинский Минкульт расширил собственный санкционный список. Теперь в нем 83 знаменитости. Среди них Михаил Боярский, Валентин Гафт, Федор Бондарчук, Сергей Безруков и Иосиф Кобзон. В оппозиционном блоке уже отреагировали на эти действия Кабмина и назвали их, цитирую, еще одним шагом к диктатуре. В заявлении этой полицилы говорится, попытки цензурировать телеканалы это очередной удар по гражданским свободам украинцев. Оппозиционеры требуют отменить решение Кабмина и в ближайшее время обещают оспорить его в суде. Хрупкий и исламский мир как казнь религиозного лидера разрушила дипломатические отношения сразу нескольких ближневосточных государств. Подробнее наши корреспонденты. Резкая критика со стороны официального Тегерана поджег посольство Саудовской Аравии в столице и нападение на консульство Мишхеде. Так в Иране отреагировали на казнь шиитского проповедника Нимра Бакра Аннимра. Но ответный удар Эрияда стал не менее жестким. Саудовская Аравия разорвала все дипломатические отношения с влиятельным соседом. В свете последних событий королевство заявляет о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Дипломатическая миссия этой страны и связанные с ней структуры должны покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов. Эрияда также отозвал своих дипломатов и приостановил авиасообщение с Ираном. В Исламской Республике ответили дипломатический раздор лишь усугубит конфликт в котором Иран не сомневается виновата Саудовская Аравия. То что случилось с посольством Саудовской Аравии не редкость в мировой истории. Исламская Республика Иран намерена и дальше защищать дипломатические миссии и дипломатов в соответствии с международными конвенциями. Но поскольку Саудовская Аравия заинтересована поддерживать напряжение она использовала этот случай чтобы усугубить ситуацию. В Тегеране выразили надежду что страны региона и мира не позволят Саудовской Аравии нагнетать напряжение. Но не тут-то было. Бахрейн вслед за Эр-Риадом разорвал дипотношения с Ираном. На сторону Саудовской Аравии также стали Объединенные Арабские Эмираты отозвав своего посла из Тегерана. О такой же позиции заявил и Судан. Вакантное место миротворца сохраняя нейтралитет заняли страны Запада Франция, Германия и США. Мы призываем Саудовскую Аравию и Иран начать диалог и использовать все возможности чтобы улучшить двусторонние отношения. Дипломатический скандал продолжается на фоне народного недовольства убийством богослова. В родной деревне Нимра-ан-Нимра в Саудовской Аравии неизвестно открыли огонь по полицейским. Один мужчина погиб ранен восьмилетний ребенок. В Ираке разгромлена Суницкая мечеть. А шииты в Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Пакистане и других странах выходят на многотысячные протесты. Казнь Нимра это казнь гуманности и прав человека. Демонстрации молодежи в Ираке и по всему миру это протест против нарушения прав человека. Казнь богослова стала скорее последней каплей. Напряжение в отношении двух стран претендующих на первенство в исламском мире нарастало давно. Тегеран и Эриад так и не смогли найти общий язык по поводу вооруженного конфликта в Сирии, гражданской войны в Йемене, интервенции Саудовской Аравии в Бахрии и других событий. Возможно ли на этом фоне вооруженное решение проблемы, эксперты не спешат с выводами. Пока что дипломатические раздоры повлияли лишь на хрупкий баланс нефтяного рынка. Сырье подорожало на 3%. Ирина Иванова подробности телеканал Интер. Предвыборные скандалы в США кандидаты в президенты, которые агитируют сейчас по всей стране, окончательно переругались. Причем публично. У кого не выдерживают нервы и почему? Знает Дмитрий Анопченко, он в Вашингтоне. Агитационная кампания в Соединенных Штатах в разгаре. Уже летом все партии, что республиканцы, что демократы, выберут одного единственного кандидата. Тех, кто сойдется в финальной битве за кресло в Белом доме. Ну а пока что претендентов много и для того, чтобы заявить о себе порочить соперника все средства хороши. Они каждый день колесят по стране, наматывают тысячи миль, пожимают тысячи рук, даже в провинциальных городках устраивают из своих выступлений настоящее шоу. В Соединенных Штатах в самом разгаре агитационная кампания основных кандидатов в президенты. И сейчас просто невозможно предсказать, кто же победит, но гонка выматывает. У политиков, похоже, заканчиваются аргументы и вместо споров по существу они переходят на личности. Эксцентричный миллиардер Дональд Трамп и без того не отличался особой корректностью, но в эти дни даже собственную команду удивил. Настолько был резок. Накануне в Миссисипи, когда избиратели спросили об угрозе со стороны ИГИЛ, Трамп просто взорвал аудиторию, заявив. Так они сами ИГИЛ и создали. Хиллари Клинтон создала ИГИЛ с Обамой вместе. Но и этого 70-летнему бизнесмену показалось мало, и он решил продолжить. И снова о Хиллари. Она должна сидеть в тюрьме за все, что сделала. Нет, не должна. Будет. Будет сидеть в тюрьме. Это так грустно. Все здесь коррумпировано. Все знают, что она должна сесть. Для политкорректной Америки это уже слишком, пишут сегодня газеты. Мол, борьба кандидатов это хорошо, но она не должна страну разрушать. Похоже, что Хиллари Клинтон это прекрасно понимает, поэтому предпочитает отмалчиваться и загребать жар другими руками. Трампа за нее критикуют другие кандидаты. Тот же Берни Сэндерс, один из старейших членов Конгресса, он только о Трампе теперь и говорит. А я скажу мистеру Трампу и его приспешникам, миллионеры в этой стране не смогут купить всю нацию. Но даже несмотря на поддержку однопартийцев, Хиллари Клинтон все чаще пропускает удары. Настолько они болезненны. И все время ниже пояса. Республиканцы вбросили в прессу информацию о том, как Хиллари якобы подкупала и запугивала любовниц мужа, на тот момент президента Соединенных Штатов, чтобы они молчали о романах Билла Клинтона. Некрасиво, жестко, как по отношению к женщине. И похоже, очень сильно расстроила миссис Клинтон. Накануне она даже сорвалась на встрече с избирателями, обидевшись за неудобный вопрос. Вы грубиянка, и я даже не буду обращать на вас внимание. Спасибо. В общем, уже сейчас чувствуется, что чем дальше будет идти избирательная кампания, тем больше грязного белья достанут на свет кандидаты, заигрываясь и не очень-то чувствуя, что они и себя при этом выставляют в дурном свете. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Британские спецслужбы изучают кровавое видео казни пяти человек террористами ИГИЛ. Напомню, запись этой расправы над так называемыми шпионами боевики распространили вчера с угрозами и претензиями к Дэвиду Кэмерону. Как британский премьер отреагировал на запугивание, расскажет Светлана Чернецкая. Пропагандистский ролик исламских фанатиков адресован лично премьеру Кэмерону. Его называют рабом Белого дома, угрожают его детям, пугают вторжением в Британию и установлением законов шариата. Во время этой 10-минутной речи пятеро мужчин в оранжевых робах ждут исполнения смертного приговора. За ними стоят палачи с пистолетами. В конце ролика эти люди сознаются в слежке в пользу Соединенного Королевства. Их убивают выстрелами в затылок. Ни один из пленников не является британцем. Четверо родами с сирийской Иракии, где находится командный центр ИГИЛ, и один ливиец. Боевик с пистолетом назвал их шпионами, которых бросило британское правительство. Спецслужбы уже занялись изучением ролика, а премьер заверил, ни он, ни его страна не поддадутся запугиванию. Это отчаянный поступок организации, которая делает совершенно отвратительные и ужасные вещи, что и подтвердило это видео. Но это организация, которая теряет свою территорию. Я думаю, что она утрачивает симпатиков и сочувствующих. И это еще раз показывает, какой ужасной организации мы противостоим. Скорее всего, мы так и не узнаем, являлись ли люди, которых казнили британскими шпионами. на самом деле разведка королевства не раскрывает своих агентов даже в случае их поимки. На данном этапе спецслужбы уделяют особое внимание двум персонажам из ролика, говорящим на английском языке с британским акцентом. Боевику-оратору, похоже, занявшему место предшественника джихадиста Джона. Тот был британцами, с пламенными речами фигурировал в пропагандистских видеотеррористов. Два месяца назад он был убит. Вторая зацепка спецслужб – мальчик, появившийся в конце видео. На вид ему лет 6-7, он одет военную форму и говорит о дальнейших убийствах неверных. Британская пресса окрестила его джихадистом-младшим. Специалисты планируют сравнить данные голосового анализа видеозаписи с тем, что известно о британцах, отправившихся воевать за ИГИЛ в Ираке Сирии. Их примерно 800 человек. Видеозапись появилась после серьезного поражения террористов в Ираке. Группировка утратила контроль над городом Ромадии. И британские власти уверены, цель ролика – отвлечь внимание от этой потери. Светлана Чернецкая, Сергей Ведмедь, подробности телеканал Интер. Шенген под угрозой. МИД Германии резко отреагировал на введение на границы между Швецией и Данией паспортного контроля. Почему отгораживаются скандинавы и что появится на обложке скандального журнала «Шарлейбдо», который увидит свет 6 января, знает Ольга Головина. Год спустя убийца все еще на свободе. Французский сатирический журнал «Шарлейбдо» в годовщину нападения на свою парижскую редакцию выпустил специальный номер. На обложке изображение бога в виде старца в испачканной кровью белой робе. За спиной у него висит автомат Калашникова. 7 января прошлого года трое вооруженных людей напали на редакцию журнала. Погибли 12 человек, еще 10 получили ранения. Среди убитых были главный редактор «Шарли Эбдо» и трое ведущих карикатуристов. А вот немецкая пресса озабочена нововведениями своих северных соседов. Сначала Швеции, а следом и Дания ввели паспортный контроль на своих границах, чтобы предотвратить массовый наплыв беженцев. Стокгольм решил проверять всех, кто прибывает в страну из Дании на автобусе, поезде или пароме. Тех, у кого нет надлежащих документов, отправят обратно. Мы думаем, что это очень плохо. Это значит, что больше времени будет тратиться на путешествия. Также будет больше суеты, потому что придется несколько раз делать пересадки. И вот сегодня Дания оповестила Брюссель. Вводят временный до 14 января контроль на внутренней шенгенской границе с Германией. Скандинавские страны не в первый раз предупреждали Евросоюз, что не в силах справиться с неконтролируемым потоком мигрантов. Я думаю, достаточно очевидно, что если Европейский Союз не может контролировать свои внешние границы, то все больше и больше стран будут вынуждены временно вводить контроль на внутренних границах. В самой Германии минувшей ночью обстреляли приют для вынужденных переселенцев в земле Гессен. Один человек получил ранение. Полиции пока не удалось задержать злоумышленника. А вот по улицам Праги накануне прошло красочное костюмированное шествие. Собирали деньги нуждающимся, в том числе и беженцам. Процессию назвали три короля. Организаторы планируют собрать более трех миллионов евро. Ольга Головина о подробности телеканал Интер. Более 20 человек погибли от холода в Польше за последние два дня. Температура в некоторых районах страны опускалась ниже 20 градусов. За медицинской помощью обратились порядка 40 человек. Но метеорологи успокаивают. В страну идет тепло и скоро температура поднимется до 0 градусов. Пополнение в таблице Менделеева искусственный интеллект Марка Цокерберга и мировая известность благодаря Арбузу. Об этом не только в нашем обзоре. В Новый год с новыми открытиями таблица Менделеева пополнилась четырьмя элементами. Ученые внесли их туда с временными названиями УНУН-3 или 113-й, УНУН-Пентий 115-й, УНУН-Септий 117-й и УНУН-Октий 118-й. Все четыре расположили в седьмой строчке. К открытию причастны специалисты США, Японии и России. В последний раз таблицу пополняли четыре года назад 114-м и 116-м элементами. Порадовать техническими открытиями в 2016-м обещает основатель Фейсбука Марк Цукерберг. Он намерен создать искусственный интеллект для управления собственным домом, научив его распознавать голоса хозяев и их друзей. Сначала Цукерберг планирует проводить эксперименты с уже созданными технологиями, а потом приступить к их усовершенствованию. Слово не воробей. Теперь уже эту пословицу хорошенько запомнит австралийский пример по делам иммиграции. Питер Дантон по ошибке послал журналистке СМС-сообщение с текстом «Сумасшедшая ведьма». Потом пришлось извиняться и объяснять, кому же предназначалась эта реплика. Оказалось, бывшему министру по делам городов Джеймсу Бриксу, которому недавно пришлось подать подставку из-за жалобы сотрудницы обслуживающего персонала на его поведение. Любовью к селфи охранителям удалось вычислить одного из соучастников преступления. 18-летнего юношу, который заснял себя с одной из жертв. Накануне Виктор Альманс-Мартинес с двумя вооруженными сообщниками ограбили четырех человек и угнали их автомобиль. Соучастников задержанного полиция пока не нашла. Хороший футболист и в бейсболе не промах. Известный британский спортсмен Фрэнк Леппорт удивил своих поклонников во время отдыха в Дубае. В местном кафе с расстояния в несколько метров ему удалось поймать в бумажный стаканчик шарик мороженого. Фанаты шутят, мол, трюк у футболиста получился благодаря его жизни в США, где бейсбол один из любимейших видов спорта. Австралийского мальчика Слава застала там, где он ее и вовсе не ждал на зрительских трибунах. Подросток привлек к себе внимание во время матча по крикету, поедая арбуз вместе с кожурой. За игру он съел весь плод, практически ничего не оставив. Как только видео попало в интернет, юношу сразу же прозвали арбузным мальчиком. То ли мишка, то ли собачка. Странное животное взбудражило пользователей сети. На фотографии, выложенной в инстаграме, запечатлено пушистое животное, похожее сразу и на медвежонка, и на собачонку. Некоторые считают, что это все же кустарниковая собака, редкое животное, обитающее в Южной Америке. Или же померанский шпиц. Азовское море замерзло, вернее, его заливы. Вот как сейчас выглядит Бердянский. И хотя толщина льда не позволяет выйти на него ни рыбакам, ни любителям зимнего катания, прогуливающихся горожан здесь немало. Любуются пейзажем и подкармливают чай. По прогнозам синоптиков, к концу недели на Азовском побережье потеплеет до плюс трех, а затем снова ударят морозы. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэ. Я желаю вам хорошего вечера и прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова